Здравствуйте, друзья! В последнее время подсела я на шоколад, который выглядит примерно вот так. Совершенно потрясающая вещь. В общем-то, всё полезно, за исключением того, что там довольно много сахара. И я подумала, что уже владея технологией делания домашнего шоколада, я вполне могу справиться с этой задачей сама и сделать нечто подобное. И я сегодня не буду использовать специальные формы для шоколада, которые получаются плитки, именно потому что я хочу получить довольно тонкий шоколад, в который будет много орешков и много всякой вкуснятины. Как и всегда, основа нашего домашнего шоколада составляет вот такое масло какао. Вот эти беленькие штучки, здесь уже отмерено, здесь 130 грамм этих какао-плюшечек. Они составляют основу, они потрясающе пахнут, как настоящий шоколад. И, собственно, они создают вот эту основу нашего домашнего шоколада. Следующий ингредиент – это какао-порошок. Всем нам хорошо известный какао-порошок. Его здесь половина, то есть если тут у нас 130 грамм, то здесь у нас 65 грамм какао-порошка. И фактически то, что отличает наш самодельный шоколад от промышленного – это мы берем вот такой заменитель сахара, который, в принципе, достаточно идентичен обычному сахару. Но вы видите, что тут нет никаких ни калорий, ничего. Это просто обычный вот такой фрукт. Что я делаю? Да, я уже сказала, что я не буду пользоваться формами для создания шоколадных плиток. Я взяла вот такой поддон, выложила его сначала фольгой, что если на случай протечет вот этот горячий шоколад. А вот это, вот это – очень интересная штука. Видите, она мягкая? Я ее так вот скроила, да, сделала такой как бы судочек из нее. Это вот мой опыт показывает, что эта штука, на самом деле, очень хороша. Это такой мат, он используется для того, чтобы на гриле жарить овощи. Я им повсеместно пользуюсь и для копчения, ну, не конкретно этим, а другими такими же матиками, и для копчения, и для засушивания. В общем, он хорош именно тем, что к нему ничего не прилипает, да, минимальное количество масла, которое с него куда-нибудь утекает. Ну, в общем, хороший матик, они всюду продаются. Значит, что я сюда насыпала? Мой опыт личный показывает, что вкуснее всего получаются тыквенные семечки. Вот здесь у меня насыпаны тыквенные семечки и вот такой вот хемп-птиц, да. Вот. Это я насыпала, но тут есть некоторые секретики, которые я, собственно говоря, сегодня буду первый раз экспериментировать. Обычно я добавляла в свой домашний шоколад какие-то сушеные ягоды. Но сегодня, поскольку я хочу все сделать вообще без сахара, то есть мы уже убираем все сушеные ягоды, я нашла вот такой кристаллизированный лимон, апельсин и лайм. Я все пересыпала в одну коробочку. На самом деле там находятся все три разные кристаллизированные вот такие вот фрукты. Это вот, например, вот это вот апельсин, да. Вот это, например, лимон. Ну и там где-то еще есть лайм. И реально, это кристаллы, в которых тоже нету никаких добавок. В них нет никаких ни калорий, ни сахара, ничего. Это просто выпаренные кристаллы из фруктов. Так, вот тут ингредиенты. Вот тут написано, что ничего тут такого нету вредного. Но эти кристаллы дают вкус реально. Значит, лимонный он реально очень кислый. Поэтому я взяла, буквально посыпала так чуть-чуть вот сюда вот на этот свой подносик кристаллы апельсина, немножко лимона. И что самое главное, я посыпала немножко соли. Причем соль у меня есть разная. Ну вот сегодня я экспериментировала с вот такой гималайской солью. Да, чуть-чуть его сюда поспрынкало. Потому что, как ни странно, но в шоколаде вот такие вот кусочки кисленького, солененького, сладенького, они создают вот такой вот приятный флейвор. Что мы со всем этим будем делать? Мы поставим вот эти вот наши все ингредиенты на водяную баню. Делается все очень просто, буквально чуть ли не за 20 минут. Вот у меня стоит кастрюля. В ней просто-напросто налита вода, ничего такого. И на решеточке стоит другая кастрюлька, в которую мы сейчас засыпем вот это отмеренное количество масла какао. Вот, и оно тут должно потихонечку себе вот на этой тепленькой водяной банке оно должно себе потихонечку расплавиться. Потом, когда оно расплавится, мы добавим туда какао-порошок и добавим туда же сахар. Вот вы видите, как наше какао-масло, вот оно потихонечку плавится. А наша задача, чтобы оно не кипело, а просто вот, чтобы оно растворилось, да, потому что потом оно должно застыть и, собственно говоря, создать основу для нашего шоколада. Я смешала уже, я смешала наши ингредиенты какао и заменитель сахара с тем, чтобы оно легче растворялось. И теперь я потихонечку добавлю вот эту смесь в наше уже почти растворившееся масло. Вот вы видите, я уже всыпала всё, оно всё прекрасненько тут, всё растаяло. Вот какао-порошочек хорошо перемешивается. Мне через камеру не очень хорошо видно, но, во всяком случае, всё перемешала. Сейчас я его немножечко перемешаю, чтобы комков не было, да. И, собственно, всё, вот весь процесс, вся сложность этого процесса состоит в том, чтобы не было комков из вот этого какао. А для этого его лучше заранее смешать с заменителем сахара. Вот, собственно, вся премудрость. Вот я вылила сюда вот это вот месиво. Оно уже, я поскольку немножко лимончика покрошила, апельсинчиком покрошила внизу лимончика, да. У этого всего есть такой лимонный привкус, да. Вот я немножечко ещё оросила, можно сказать. Немножко чувствуется и солькой, и кисленький привкус. В общем, всё получается ничего. Теперь просто эта штука довольно быстро сейчас застынет, и получится уж ничуть не хуже, чем вот эта вот вещь. Значит, чем определяется толщина? Только размерами вашей посуды. Вы хотите, чтобы у вас были тоненькие пласты, тогда посудка должна быть побольше. Если вы хотите, чтобы они были потолще, то посудка должна быть поменьше. Только имейте в виду, что эта штука, в общем-то, очень калорийная. Поэтому много её есть нельзя, иначе, конечно, это будет очень большой перебор калорий. Поэтому всё должно быть дозировано. Именно поэтому я сделала её в большой посудке и налила довольно тоненьким таким слоем. Сейчас ещё лимончик сюда посыплю. Вот так. Вот. И за счёт того, что у нас немного заменитель сахара, который считается, вот этот вот манги фрукт, считается, что он идёт один-один, как сахар, я попробовала горьковатый вкус, такого чёрного хорошего шоколада с привкусом сладости, с привкусом кислости, с привкусом апельсина и соли. Ну, опять, это на мой вкус. Вы можете добавить туда абсолютно всё, что вам понравится. Ну вот, друзья, не прошло. И буквально, может быть, час-полтора в холодильнике весь наш шоколад прекрасно застыл. Вот он прекрасно отделяется от вот этой вот судочка такого импровизированного из этой плёнки. Видите, с этой стороны он получился шикарный вообще, замечательный. Значит, теперь я его, как водится, могу разломать, как вот этот лом в этих пакетиках, и сложить в пакетик. Ну вот, друзья, я его нарезала в одном направлении, а дальше просто рукой, можно сказать, поломала. Вот так вот прозаично поломала его на куски. У меня получился шоколадный лом, вот не хуже, чем буквально вот здесь вот. Но с наполнением, с таким, которое я сама себе выбрала. Ну что, теперь осталось попробовать всё это, да? Ну, я возьму поменьше кусочек, уж больно это большой. Ммм, как вкусно! Он получился не очень сладкий, с горчинкой. Чувствуется кисленькое, чувствуется орешки и соль. Очень вкусно. Ну что, друзья, получается, я теперь и дегустировать должен. Не то, что я отказывался, нет, этого нет. Вот я возьму, знаете что, я возьму маленький вот такой кусочек. Или ты хочешь, чтобы я всё дегустировал? Нет, всё дегустируть тебе не положено. Всё, маленький кусочек беру. Буду смуковать. Ну, это шоколад, безусловно. Довольно чистый. Он сладенький. Немножко с кислиночкой. Я бы сказал, что это абсолютно коммерческого качества, уровень коммерческого шоколада. Вот. Но он не в такой плитке красивый, как вот обычно. Нет, так я специально его разломала, чтобы это был как вот этот лом, который... Это как лом, да, но, безусловно, это очень шоколадно, и оно сладенькое, и немножко... Есть у нас ещё что-то кисленькое? Я специально положила кисленькое и солёненькое, и апельсинчик, в общем, там... Я понял. Ну, в общем... Чтобы хрустело. Очень хорошо. И хрустит тоже, кстати. Но оно, знаешь как, когда тает, уже не так хрустит. Ну, не важно. Но, друзья, во рту тает. Таки тает во рту. Субтитры подогнал «Симон»